Если театр начинается с вешалки, то выпускной бал начинается с шествия. Традиционно колонна сочинских выпускников прошла от Северного мола Морского порта к концертному залу фестивальной. Остановка была только одна, перед Ротонтой, где теперь уже бывшие школьники устроили театрализованное представление под открытым небом. Их взрослая жизнь еще не началась, но многие уже поняли, что будут скучать по своему второму дому. Наша школа любимая, десятая, самая лучшая. Очень любим школу, друзей, одноклассников очень будут скучать. Второй дом, любовь, друзья и, конечно же, самые лучшие люди. Даже если нас учителя ругают, это все равно наш второй дом. Еще одна традиция. Выпускников приветствует мэр Сочи. Анатолий Пахомов пришел поздравить бывших одиннадцатиклассников с началом взрослой жизни. 1890 наших девчонок и ребят. Это самый памятный день сегодня, потому что позади остались 11 лет учебы в школе. И школа для них уже стала родным домом. И сегодня уже тот день, когда он войдет в память навсегда. И этот день будет определять, когда все наши девчонки, ребята, которые были раньше просто детьми, выходят совершенно в самостоятельную жизнь. Педагогам и родителям есть чем гордиться. В этом году многие из сочинских выпускников стали победителями школьных олимпиад различных уровней. 14 юношей девушек получили максимальные 100 баллов по итогам ЕГЭ. У нас в этом году 160 медалистов, что на 20 человек больше, чем в прошлом году. Наши дети показали гораздо больше высоких результатов по ЕГЭ, чем в прошлом году. Очень надеемся, что и оставшиеся результаты, которых мы еще пока не знаем, тоже будут высокими. Программу бала выпускники полностью подготовили сами. На репетиции ушло два месяца. Разучивали бальные танцы, ставили вокальные номера, снимали клипы, в основу которых легли общие школьные воспоминания. Торжественный дресс-код, юноши только в строгих костюмах, девушки в вечерних платьях. Этот праздник, по словам выпускников, они вряд ли забудут. Галида Моисеева, телекомпания ФКТ.